В Алматы по улице Карасай-Батыра находится дом, в котором жил выдающийся деятель музыкальной культуры Казахстана, композитор и дирижёр, музыковед и исследователь, народный артист Казахской ССР, профессор, академик Ахмед Куанович Жубанов. Комната, в которой мы сейчас находимся, можно назвать святая святых двух великих композиторов Казахстана. Здесь творили Ахмед Куанович Жубанов и Газиза Ахмедовна Жубанова. Даже несмотря на то, что у Газизы Ахмедовны была возможность поселиться где-то в новом доме, может быть, в более каких-то комфортных условиях, она до конца своей жизни прожила в доме своего отца, потому что она ещё тогда мечтала, что однажды здесь будет музей-квартира. К сожалению, уже после её смерти мой дедушка Халука Харманы, знаменитый режиссёр Азербайджан Мадеевич Мамбетов, добился, чтобы эта квартира стала домом-музеем. Здесь есть экспозиции, посвящённые и Ахмеду Куановичу Жубанову, Газизе Ахмедовне Жубанову и Азербайджану Мадеевичу Мамбетову. Рождение современной казахской композиторской школы, становление национального, оркестрового, оперного и камерного жанров, неразрывно связаны с именем первого и до сих пор единственного казахского академика в области музыковедения, композитора Ахмеда Жубанова. Он с детства проявлял огромный интерес к музыке и литературе. Впоследствии в своей биографии Ахмед Жубанов записал, «Хусейн Ашгалиев и духовная среда нашего аула повлияли на мои музыкальные перспективы, а на любовь к книгам, к литературе, вообще на интеллектуальное развитие повлияли Жиенгалит Леппергенов и брат Кудайберген». Ахмед Куанович родился 29 апреля 1906 года в урочище Кусок Там, ныне в Гаджарский район, Актюбинская область. Его отец был очень просвещенным человеком. В семье очень приветствовалось образование, мама у них музыкальная, дома очень часто бывали певцы, музыканты народные. Ахмед Куанович по некоторым источникам с раннего детства владел уже доброй, любил петь. Если говорить о личностях, которые имели то или иное влияние на раннее становление в личности Ахмеда Куановича, то он с теплотой вспоминал школьного учителя своего, который познакомил его именно с музыкальными произведениями. Также научил играть на некоторых струнных инструментах, помимо дамбры. Впоследствии еще вспоминал известного писателя. Жиенгалит Леппергенов, в будущем впоследствии известный писатель, обучил Ахмеда Куановича арабскому и персидским языкам. Ну и, конечно, огромную роль сыграл в становлении личности Ахмеда Куановича его старший брат, Кудайберген Куанович Журбанов. Филолог, тюрколог, он является основоположником именно школы языкознания. К сожалению, был расстрелян в 1937 году и впоследствии был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Так как старший брат уже учился в Ленинграде, это тоже сыграло огромную роль на Ахмеда Куановича. И впоследствии он тоже едет туда, поступает в техникум, потом в консерваторию Неримского-Курского. Обучается в техникуме, он обучается по классу скрипки, в консерватории по классу гобоя. Дальше он идет уже по научному исследовательскому пути, на факультете музыковедения обучается. Вот у одного из его профессоров в то время был Оркестр Русских Народных Инструментов. И Ахмед Куанович очень внимательно наблюдал за деятельностью этого оркестра, что впоследствии, конечно же, повлияло на рождение нашего Оркестра Казахских Народных Инструментов имени Курман-Глазер. До учебы в Ленинграде Ахмед Куанович три года работал в Актюринске учителем. Там он познакомился со скрипачом Черняком, который выпускник Варшавской консерватории, и брал у него уроки по скрипке. Также вышедшая в этот период книга Александра Затаевича «Тысяча песен казахского народа». Огромное впечатление произвела на Ахмедову Куановича. И далее он пишет, как он впоследствии вспоминал, я цитирую его выражение, «Мое заочное знакомство с Александром Викторовичем Затаевичем через его сборник казахских песен на 90% решило направление моей дальнейшей судьбы». Это вот впоследствии вспоминал сам Ахмед Куанович. Ахмед Жубанов является основоположником, инноватором во многих областях композиторского творчества, музыкальной науки, педагогики, концертной практики. Один из ярких и самобытных композиторов старшего поколения, заложивших основы современной профессиональной музыки казахского народа. Он прославился как автор многих песен и кюев, симфонических, хоровых, вокальных произведений. Ахмед Куанович является автором огромного количества музыкальных сочинений в различных жанрах. Это и оперы, и марши, и симфонические произведения, музыка для театра и кино, музыка для фортепиано, вот известные таджикские и казахские танцы, романсы и песни. Среди них такие знаменитые песни, как «Карл Гаш», «Акудешин». Песня «Карл Гаш» настолько знаменитая и известная, что некоторые народы считают её даже своей народной песней. Всю свою жизнь Ахмед Жубанов посвятил изучению истории и теории казахской музыки. Им написаны сотни исследовательских работ, статей и художественных очерков, посвященных национальной музыкальной культуре. Ахмед Куанович был не только композитором, но и учёным, и педагогом, и следователем. Он многие годы возглавлял кафедру казахских народных инструментов, был ректором Амадинской государственной консерватории. Воспитал целую плеяду известных музыкантов. Среди них такие известные дирижёры, как Нургисад Лендеев, Шамвон Кашгалеев, Стамбек Амаров. Также Ахмед Куанович являлся первым учителем всемирно известного дирижёра Фуата Мансура. Всю свою жизнь Ахмед Куанович посвятил изучению казахской народной музыки. Исследовал песни, кьюит, также изучал биографии народных музыкантов. В результате были выпущены две монографии – «Струны столетия» и «Соловьи столетия». Кроме этого были ещё такие труды, как музыкальная азбука, книги «Курман Газе», «Жизнь и творчество казахских народных композиторов», «Музыкальная культура казахского народа». За книгу «Соловьи столетий» он был награждён премией имени Шукана Валиханова от Академии наук Казахской СССР. Один из академиков назвал эту книгу «Бенциклопедией казахской музыкальной культуры». В 1933 году Ахмед Жубанов преподавал в Алматинском музыкально-драматическом техникуме. Составил на казахском языке первый музыкальный словарь. А через год под его руководством был создан ансамбль домбристов, на основе которого возник оркестр казахских народных инструментов имени Курман Газе. Из студенческого ансамбля зарождается всемирно известный оркестр, носящий имя, славное имя Курман Газе. Ахмед Куанович параллельно ведёт работу по усовершенствованию казахских народных инструментов, чтобы они отвечали требованиям оркестрового диапазона и звучания. То есть, если раньше домбра звучало только внутри домов, как-то имело такое камерное звучание, он очень хотел, чтобы наши инструменты были в другом масштабе. Поэтому это была тоже очень кропотливая работа. К тому же, чтобы собрать оркестр казахских народных инструментов, все музыканты изначально были как бы солистами. То есть, все привыкли, каждый привык играть по-своему. И это было тоже очень много интересных моментов, как их необходимо было обучать или объяснять. Вот был случай, когда один очень виртуозный домбрит, они изучали кьюи сарарка, и он закончил раньше всех. И на вопрос, почему он так закончил, он сказал, ну, моя сарарка так заканчивается. И ещё он просто играл быстрее всех, он закончил быстрее всех. Это вот, как бы, такие были случаи. Объяснять им те же длительности тоже приходилось, с помощью, например, пачек чая даже. Две пачки чая, четыре пачки чая. Ну, вот таким образом. В оркестре играли знаменитые музыканты. Самый яркий пример – это была великая домбристка Дина Нурпиисова. Я хотела бы привести цитату из книги дочери Ахмеда Нурпиисова, моей бабушки Гализа Ахмедовны Жубановой, из книги «Мир моя музыка» в клаве о моём отце. Она описывает именно этот момент, когда к оркестру присоединил Дина Нурпиисова. Она садилась на ковровую подставку и начинала играть. Как звучала там ра в её руках? Звучала её величество музыка. Это был и танец, и скачки, и песня, и плач, и смех. Дина была непревзойдённым виртуозом. Удивительно, что ни один мужчина ни в её время, ни после не достигал такого уровня мастерства. Ахмеда Жубанова по праву можно считать одним из основателей казахского профессионального музыкального искусства. Им записаны и опубликованы музыкальные произведения для дамбры, кобыза, перевожены для Оркестра народных инструментов в многие народные кии. Он является автором известных опер «Абай Тулеген Тухтаров». Также песен, инструментальных сочинений, симфонических поэм. Ахмед Кланович задумывал посвятить оперу Великому Кулмалвазы. Он её начал, прописал практически все номера героев, но, к сожалению, не успел закончить. И завещал труд своей любимой дочери Газизе Ахмедовне Жубановой. Газиза Ахмедовна выполнила свой дочерний долг. Спустя 20 лет после ухода Ахмеда Клановича опера «Кулмалвазы» вышла на сцену. Дочь Ахмеда Жубанова Газиза Ахмедовна успешно продолжила дело своего отца и внесла неоценимый вклад в развитие казахской музыки. Она очень его любила, очень восхищалась им. Он для неё был примером абсолютно во всём. Она всегда нам говорила, что он был абсолютно добрейшей души человек, очень чистой души человек, очень порядочный, высокоинтеллигентный. Возможно, многие думают, что его творческий и жизненный путь был узнан розами. Но это совершенно не так, потому что были такие случаи, когда, например, арестовали его старшего брата Кутайбергена в 1937 году. Уже на следующий день Ахмеда Клановича не пустил его в филармонию, где он был художественным руководителем. В 1958 году была намечена декада казахского искусства в Москве. Подготовку и всю работу поручили Ахмеду Клановичу Жубанову. Два года шла колоссальная просто подготовка. Случился один момент. Ахмед Кланович исключил из программы постановку овертюры из оперы «Глинки» Руслана Людмила, потому что на тот момент постановка была слабая. Он, как образованный человек, проанализировал и решил, что лучше будет без нее. Однако уже на следующий день вся его двухлетняя работа была перечеркнута, и его обвинили в национализме. Декада прошла с оглушительным успехом в Москве, но, к сожалению, потом нигде не упоминалось вообще имя Ахмеда Клановича как главного организатора этого события. Ахмед Кланович вместе с супругой Науат Жубановой воспитали прекрасных детей. Старшая дочь Газиза Ахметовна – народная артистка, прославленный композитор. Другие его дети – академики, доктора наук и профессора. Несмотря на все жизненные трудности и испытания, которые выпали на его долю, он верил в светлое будущее и трудился, не покладая рук. Очень трепетно относился к своей семье. У него было пятеро детей, и все они добились больших успехов в жизни. Кроме моей бабушки Газизы Ахметовны Жубановой, Роза Ахметовна тоже замечательная пианистка-преподаватель. Булат Ахметович Кайр Ахметович Ажар Ахметовна – академики Академии наук. Из воспоминаний моей мамы, Дина Дербажаны-Маветовой, она пишет, что дедушка был очень-очень добрым, улыбчивым человеком, очень мягким. Также бабушка, ее звали Науат, она была очень гостеприимная, в доме всегда было очень много гостей, естественно, знаменитые музыканты и культурные дети того времени. Как пишет Газиза Ахметовна про своего отца в своей книге «Мирная музыка», это была подлинная личность, большой художник, преданный сын, влюбленный в свой народ. И очень ранимый человек с нежной душой, богатой фантазией и неисчерпаемой энергией. Мама – Дина Дербажана Маветова, заслуженный деятель Республики Казахстан, профессор Казахского национального университета искусств. Она является внучкой Ахмеда Куланоча Жубанова и дочерью Газизы Ахмедовны Жубановой и Азербайджану Мадеевичу Маветову. Мама из своих воспоминаний пишет, «Будучи внучкой Ахмеда Куланоча, я помню, что в квартире дедушки всегда было много народу, часто приходили гости. Здесь бывали известнейшие люди своего времени, в том числе писатель Мухтара Уэзов, напишавший легендарный роман эпопеи «Путь Абая». Супруга Ахмеда Куланоча, моя бабушка Нулад, прекрасно готовила, собирала всех гостей за большим столом. Она была невероятно светлая женщина и очень любила всех своих внуков. С ней всегда было очень тепло и уютно. «Помню, как мы приходили с мамой Газизы Ахмедовны навещать дедушку, когда он уже болел и не вставал с постели. Я отчетливо помню его мягкую лучезарную улыбку при виде нас с мамой». Моя мама Дина Деважановна названа прадедушкой в честь Дины Мурпийсовой. Тем самым он как бы дал ей благословление. На сегодняшний день является основным собирателем, редактором и издателем музыкального наследия Жубановых. Прямым наследником композиторской династии Жубановых являлся Алиби Мамбетов. Он своим внешним и внутренним содержанием был очень похож на Ахмеда Кланча Жубанова, потому что помимо композиторской деятельности он также занимался исследовательской деятельностью во многих направлениях музыки. Он является также автором многочисленных сочинений во всех жанрах. Играл прекрасно, так же, как и Ахмед Жубанов, на многих инструментах. На дамбре прекрасно владел фортепиано, на скрипке, на некоторых духовых инструментах. Писал музыку и классическую, казахскую, для кино и спектаклей, песни во всех абсолютно жанрах. Также его диссертация по звукорежиссюру – это просто был прорыв. Это пособие, которым сейчас пользуется нынешнее поколение звукорежиссеров Казахстана. Он также кандидат искусствоведения и, к сожалению, очень безвременно ушел из жизни. Моя тетя Алия Мамбетова тоже является музыкантом. Она пианистка и преподаватель. Мой дядя Адай Мамбетов – филолог. Он также активно принимает участие в увековечивании наследия семьи Жубановых. В настоящее время он является руководителем этого мемориального музея. Мама – представитель третьего поколения династии Жубановых. Я уже являюсь представителем четвертого поколения династии Жубановых. И среди моих тоже родственников, братьев и сестер есть очень много профессиональных музыкантов, которые именно сегодня занимаются активной музыкальной деятельностью. Я перечислю. Это Анарна Супова – пианистка. Я работаю в Казахском национальном университете искусств. Тоже пианистка. Алан Борибаев – дирижер. Жангир Жубанов – скрипач. Инкар Жубанов – флетистка. Среди потомков Кудайбергена, Куаныча Жубанова, тоже очень много профессиональных музыкантов. То есть традиция семьи продолжается, расцветает. И композиторская традиция продолжилась в моей родной сестренке Корине Измаиловой. Она выпускница в Московской консерватории, в Нечиковской, пианистка. И сейчас она является продолжателем именно композиторской династии. Она писала ряд произведений. Сейчас она является самым молодым членом Союза композиторов Казахстана. В Мемориальном музее-квартире Ахмета и Газизы Жубановых развернуты выставки и экспозиции, раскрывающие жизненный, творческий, научный и педагогический путь композитора. Также представлены его изданные музыкальные произведения, партитуры, книги, сохранены программы концертов, письма и рукописи. А в центре зала стоит его личный инструмент – старинный рояль. Это личный инструмент Ахмета Куановича Жубанова, за которым он работал. Затем Газиза Ахмедовна дочь его работала. И все внуки, уже и правнуки работали за этим инструментом. В свое время Ахмед Куанович привез его из Ленинграда. Как сказал, привез. И тут, если раскрыть его, есть надпись по заказу императорского царского двора. Там есть надпись. Вот уже многие десятилетия огромной популярностью пользуются его. Написаны им таджикские танцы для фортепиано и казахские танцы для фортепиано. Я исполнила фрагмент таджикского танца номер 4. Исполнила францикского танца номер 4. Исполнила францик с танцами. Субтитры создавал DimaTorzok Все проходит, но в памяти народа остается человек-гражданин, человек-творец прекрасного мира искусства. Человек, оставивший в дар будущему обществу свое самое сокровенное – детей, внуков, правнуков. Я горжусь, что я дочь академика Ахмета Жубанова. Это пишет Кайза Жубанова. И далее она пишет «Идут годы вдаль». А образ Ахмета Жубанова все приближается, укрупняется, становится все более близким. Народ очтит своего достойного сына. В Алматы память об Ахмете Куановиче Жубанове увековечена названием улицы. Его имя носит Республиканская музыкальная средняя школа-интернат. На фасадах домов, где жил Жубанов, установлены мемориальные доски. Его жизнь и деятельность как величайшего композитора, талантливого ученого, беззаветного труженика и настоящего музыканта является для молодого поколения примером истинного служения своей любимой музыке и любимому народу.